Добрый день, друзья! Меня зовут Константин Хмелевский, и вы на канале «Иммиграция в Испанию». До того, как переехать в эту страну, живя в России, я несколько лет читал информацию про Испанию в интернете, смотрел различных блогеров на ютубе. И вот в очень, в очень большом количестве случаев эти люди писали и говорили про то, что в Испании самое неприятное время года – это зима. В квартирах и домах очень холодно, сыро, приходится выходить греться на улицу. Я думаю, и вы, если какую-то информацию про Испанию изучаете, тоже про это слышали. Но вот когда я уже оформил вид на жительство и переехал в Испанию, то я понял, что все вот эти, скажем так, информационные контенты, которые говорят, что зима – самое противное время года в Испании, абсолютно неправдивые. Дело в том, что в Испании объективно существует два сезона – это несколько месяцев зимой. Не вся зима, а именно парочка месяцев от силы, когда действительно холодает, и для Испании это зима. Но есть еще и такое понятие, как лето, а именно июль и август. И вот про эти два понятия – зима и лето, и когда же, в какое время года комфортнее – я бы сегодня и хотел поговорить. И, наверное, давайте начнем с зимы. Да, действительно, зимой в Испании температура днем держится в районе 15 градусов, а по ночам опускается, ну вот максимально низкая температура, которая была все годы проживания моей в Испании – это плюс 4 градуса ночью. Даже я бы сказал, ближе к утру. Хочу уточнить, что я живу в провинции Аликанте, недалеко от города Теревьеха. Это Средиземноморское побережье Испании. Конечно, в глубине материка или где-то на севере, там другая разница температур, но я говорю про то место, где я проживаю. И если говорить про зиму, давайте все-таки сначала начнем с улицы. То есть не как вам в помещении, а как на улице. И вот тут я могу сказать, что зимой в Испании великолепно. Мне очень нравится. В этой стране у меня есть обыкновенная осенняя куртка. Ну вот таковой она называлась, по крайней мере, в России. Потому что при минусовой температуре такую куртку там носить было бы нельзя. Но здесь, когда днем на улице 15, ну пускай 14 градусов, а по вечерам там может до 10 и ниже опуститься, мне ее более чем хватает. В это время года я имею в виду зиму. Причем я подчеркиваю, не вся зима, а лишь отдельные месяцы. Например, бывает такое, что в декабре погода вообще великолепная, и ниже 20 градусов температура не опускается. А вот, например, в январе, ну и потом в феврале может несколько похолодать. Так вот, когда ты находишься на улице, там можно находиться реально любое количество времени. Я имею в виду, что ты не замерзнешь. Можно сесть посидеть на лавочке, передвигаться, и очень даже комфортно. Если же мы берем лето, а именно июль и август, то летом в Испании на Средиземноморском побережье реально бывает сильно жарко. Сильно жарко я называю, когда температура под 40 или даже немного превышает вот этот порог в 40 градусов. Сразу скажу, что это не оба месяца июля-август нет. Вот таких по-настоящему жарких дней на каждый сезон, то есть каждое лето, приходится в районе 20, плюс-минус. Вот это те дни, когда реально тяжело. И вот смотрите, если зимой вы можете одеть какую-то курточку, но если уж совсем хочется, то какую-то вязаную шапочку, и комфортно чувствовать себя на улице. Ну да, бывают какие-то дождливые дни, не без этого, конечно, но Средиземноморское побережье Испании какими-то прям затяжными тропическими дождями никогда не отличалось. Так вот зимой вы можете просто одевшись комфортно чувствовать себя на улице, то летом, когда жара на улице, некомфортно вообще, и поймите, кожу себя вы снять не можете. Реально в эти очень жаркие дни нужно находиться либо в помещении с кондиционером, либо сидеть где-то в бассейне, ну, либо же ехать в автомобиле, в котором также работает климат-контроль. Но поймите, без передвижения на открытом воздухе вам все равно не обойтись. Ну, например, еду я в какую-то организацию, а возле нее припарковаться невозможно, ну, все объективно занято, и ты вынужден искать парковочное место и, допустим, припарковаться в 500 метров от этой организации. Так вот, пока ты эти 500 метров дойдешь, даже по теньку, улицы здесь бывают узкие, и можно выбрать теневую сторону улицы, все равно ты, когда приходишь, с тебя буквально течет. Поэтому вот если брать улицу, я пока про улицу говорю, то нахождение на улице летом, в жару, оно гораздо в разы менее комфортное, чем нахождение на улице зимой. Теперь перейдем к зиме и лету в домах или в квартирах, ну, смотря где вы живете. Очень много, еще раз повторюсь, делают видеороликов. Зимой в квартирах холодно, сыро, греемся на улице. Ребят, вы не поверите, вот это холодно и сыро бывает только в одном случае, если помещение не отапливать. А да, как это ни странно и парадоксально, зимой помещение в Испании нужно отапливать. Просто делается это не круглые сутки, как, например, в России, где я жил, включал в своем доме котел, и он работал круглые сутки, вот в холодное время года. Днем солнце достаточно хорошо прогревает стены, само помещение, и днем включать отопление вообще нужды, как правило, нет. Но вот по ночам, вечером, ранним утром, да, в помещении холодает. Поэтому я зимой топлю. Это либо кондиционер, либо же какой-то инвекторный обогреватель. И в этой связи никакой сырости в помещении нет. Нет в помещении никакого холода. Кто-то скажет, так это же разоришься топить электричеством, у вас же нет газового отопления. Да, действительно, газового отопления у меня нет. Я топлю электричеством. Но я уже несколько сюжетов делал на эту тему, когда показывал такую штучку, ну, в розетку втыкается коробочка с кнопочками и экранчиком. 5 евро стоит на Алиэкспресс, и 10 евро, если покупать в ближайшем китайском магазине. Это программируемая розетка. Там можно поставить режимы, их 10 штук, на включение-выключение, что, допустим, ваш обогреватель, он зимой включается в час ночи, там в час двадцать выключается. Часа на полтора, вот того, что он прогреет комнату, небольшую спальню, более чем хватает. Ну, стены имеют такое свойство, впитывать в себя понемножку тепло изнутри помещения. И потом он еще раз включается на 15-20 минут и так далее. Таким образом, вам не нужно всю ночь гонять обогреватель, для того, чтобы поддерживать в спальне комфортную температуру. Ну, а, например, на первом этаже в моем тоунхаусе, в гостиной, утром также на таймере стоит кондиционер, и он включается на обогрев примерно минут за 10-15 до того, как мы встаем. И когда мы из прогретой ночи у спальни спускаемся в гостиную, она тоже уже прогрета. В среднем на отопление зимой у меня уходит порядка 100 евро, ну, плюс-минус. В межсезонье ко мне приходят платежки, ну, в районе 40-50 евро. Это сколько я трачу на электроэнергию. Да и в конце концов, ночью можно просто накрыться теплым одеялом. Ну, если уж вы не хотите гонять кондиционер или обогреватель ночью, ну, согрите вы грелку, то есть чайник налейте в грелку, эти грелки вон в любом китайском магазине продаются. Положите себе ее горяченькую в ноги, там, вторую обнимите, если вам больше некого обнять и не с кем погреться, и будет вам тепло. Я веду к тому, что вот такие ролики о том, что ой, зимой холодно, мы мерзнем, их выкладывают только люди, которые по какой-то причине не хотят за весь отопительный сезон, за всю зиму, потратить лишние 150 евро на отопление. А речь идет вот реально про такую сумму вряд ли сильно больше. А теперь переходим к температуре в помещении. Квартира, дом, таунхаус, неважно, летом. Вот эти самые июль-август, а скорее всего даже, ну, порядка трех недель, когда температура, ну, прям очень высокая. Вот тогда скажу вам честно, днем кондиционер придется гонять. Да, конечно, этот кондиционер нужно будет гонять вот не круглый день. Продул помещение, охладилось, выключил, ну, минут через 20-30 уже точно пора его опять включать. Оно нагреется, стены нагреваются. А вот ночью это прям совсем сложно. Объясню почему. Дело в том, что, ну, приблизительно к 4 часам утра воздух уже остывает, а учитывая то, что у меня таунхаус, то есть есть сквозной продув, ну, окошко здесь, окошко там, если ты открываешь окна, то можно спокойно спать и без кондиционера. Но, внимание, это примерно с 4 утра. До этого времени воздух еще не успевает остыть, и если ты открываешь окно, весь жар прет в комнату. Поэтому вечером, когда ты ложишься спать, ну, допустим, 12 или половина первого, нужно закрыть окна, поставить кондиционер на какой-то там щадящий ночной режим, чтобы он иногда поддувал и сохранял комфортную температуру в спальне. Вроде бы нормально. Но, когда наступает 4 утра, есть только два варианта. Первое, я должен проснуться в 4 утра, встать, открыть окна, одно, второе, вот дверь в спальню, чтобы был продув сквозной, и опять лечь. И если у меня получится заснуть, то заснуть. А если нет, ну, это твои проблемы, Константин. Либо же второй вариант, если я не хочу просыпаться, это устанавливать кондиционер, чтобы он дул всю ночь, условно там до 8, до 9 утра, вот сколько я хочу поспать. Потому что, если он в 4 утра на таймере перестанет работать, но окна будут плотно закрыты, то никакого сквознячка не пойдет, ну, и честно говоря, через полчаса или час ты все равно проснешься весь насквозь мокрый, с мокрой подушкой, это некомфортно. И вот, знаете, я достаточно большое количество лет, живя в Испании, так и не нашел вот этот баланс, что же делать. Либо дуть до утра кондиционером, либо все-таки нужно среди ночи встать и приоткрыть окна. И этим летом, дабы не мучиться вот этими вопросами, вставать ночью, открывать окна, или до утра кондиционер гонять, вот в такие, в жаркие, так называемые, тропические ночи. Да, пускай их штук 20 за сезон, но они есть. Так вот, в этом году мы просто с семьей взяли и в середине июля на месяц уехали на север Испании. Плюс там на несколько дней Францию захватили, ну, прям рядышком с испанской границей на севере. Посетили такие замечательные города, как Сантандер, Бильбао, Сан-Себастьян, многие другие города. В горах жили, где уже моря-то и нет, но зато прекрасные горные речки, там люди на байдарках катаются. Ну, замечательно провели этот месяц, и, получается, убегая вот от этой летней жары, ну, некомфортно было здесь, на Средизенноморском побережье, я получил возможность посмотреть прекрасные города, ну, и просто очень интересно провести время. Кстати, когда я вернулся вот сюда, под город Тревьеха, где я живу в урбанизации, мой сосед, он сказал, Константин, как ты прям вовремя рассчитал, уехал, у нас тут жара в районе 40 градусов, прям недели две стояло, совсем было невыносимо, а в это время на севере Испании днем было плюс 25, ну, прям красота. Поэтому, резюмируя данный сюжет, я хочу вам сказать, не верьте тем людям, которые говорят, что зимой здесь очень некомфортно. Можно, а, теплее одеться, б, немножко подтопить помещение, ц, теплое одеяло на себя одеть, и вот прям классно и комфортно провести эту зиму. Меня зима вот последние годы не пугает вообще, но вот летом, когда на улице несколько недель может быть очень сильная жара, вот это реально некомфортно, но слава богу, что вид на жительство в Испании позволяет тебе беспрепятственно путешествовать по всем странам Евросоюза, и может быть именно поэтому огромное количество испанцев именно в августе устраивают себе отпуска и уезжают куда-то на север, неважно, в Испанию, Францию, Германию, Голландию, Бельгию и так далее. Если вы хотите пообщаться со мной по вопросу переезда в Испанию, напишите в WhatsApp и мы согласуем с вами время бесплатной консультации. Меня зовут Константин Хмелевский, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч, друзья!